В этом очередном видеоролике я хотел бы поговорить о нашей политической жизни, о том, как мы лично, люди, приехавшие мигранты из России, и как мы лично чувствуем себя в этой стране, в ее политической деятельности, социально-политической, о том, что стоит делать в этой области, и о том, нужно ли оставаться инертными, и нужно ли избегать той активности, которая, казалось бы, нам не приносит каких-то дивидендов, не приносит какой-то видимой пользы, по крайней мере, на первых порах. Небольшая предыстория того, как я оказался, если хотите, вовлеченным в политическую деятельность в Австралии, или в общественную, скажем так, деятельность, она, в принципе, проста. Это то, чем сталкиваются многие наши студенты, когда приезжают сюда, они чувствуют себя одинокими, и пытаются решить эту проблему с помощью какого-то объединения с себе подобными, то есть они ищут контакты с русской общиной, с людьми, с которыми у них общие традиции, общая культура, язык, и я думаю, что в этом кроется и преимущество, и ошибка, вот в этом поведении есть и свои положительные, и свои отрицательные стороны. Дело в том, что так уже исторически сложилось, что вот эта вот русскоговорящая комьюнити, с одной стороны, не очень хорошо ассимилируется, по многим причинам, не очень хорошо ассимилируется с основной массой австралийского народа, пока что это те люди, которых можно называть англос, то есть это ОЗИ, это коренные австралийцы, скажем так, коренные после аборигенов. Вот, и второе, второй недостаток. Вместо того, чтобы входить в реальную общественно-политическую жизнь страны, мы ищем наши пути внутри этой общины. Я призываю, призываю и призывал, и призываю каким-то образом объединять усилия, но в основном я бы хотел отметить, что мы все должны вливаться в австралийскую жизнь. Это дает нам огромные преимущества, когда мы пытаемся это делать, и это у нас получается. Во-первых, люди не чувствуют, что ты чужак, что у тебя есть чувство гетто. Гетто строится всегда изнутри. Гетто строят люди, которые находятся в гетто. Они самоогораживаются. Казалось бы, выгодные для них попытки обособиться и все, как говорится, держать в своих руках с минимальным контактом наружу. К сожалению, или к счастью, мы едем сюда зачастую потому, что нам нравится эта страна, потому что, если честно, мы хотели бы в ней жить. Тогда почему мы, приезжая сюда, отделяемся от этой жизни? Проблема в том, что когда вы отделяетесь от этой системы, система точно так же отделяется и от вас. Когда вы пытаетесь идти на контакт, когда вы входите в эту общественную жизнь в Австралии, Австралия раскрывает свои объятия. Не всегда это просто, не всегда это так легко, но все-таки этот процесс однозначный и безвариантный. Идя навстречу обществу, вы получаете обратное движение обществу навстречу вам. Когда я сюда приехал, так уж случилось, что я пошел в Олимпийский центр, стал членом вот этого Акватик-центра. И в этом центре, естественно, были и коренные австралийцы, и люди из других общин. И таким образом я завязал определенные связи. Таким образом я вышел на, на мой взгляд, выдающегося политика Австралии. Австралии не очень может быть заметно, но в свое время он был парламентским секретарем, одним из двух министров департамента иммиграции, это было не так давно. И нужно было решать какие-то проблемы, которые возникали у человека, который живет в своем районе. Когда вы, может быть, вы не имеете резиденция в этой стране, может быть, вы не гражданин этой страны, но даже будучи студентом, вы имеете право на помощь вашего члена парламента. И таковым оказался Лури Фергюсон. И когда мы познакомились с ним, оказалось, что это чудесный человек. Это был мой первый контакт с австралийскими политиками. И уже после этого я, наверное, познакомился с третью членом парламента, от либаристской партии, то есть десятками людей, и многими представителями либеральной и национальной партии Австралии. И могу сказать, что лично люди достаточно хорошие, умные, знающие свое дело, любящие свою и страну, и народ, и пониманием относящиеся, может быть, к проблемам других людей, что, честно говоря, в корне отличается от того, что есть в России. И на уровне местной власти я входил во власть, то есть был членом городского собрания, достаточно большого города. И вот это вот разительное различие между российским эстаблишментом и австралийской политической элитой и отношениями вообще между политиками и народом, они меня достаточно потрясли, можно сказать. Когда мои студенты приезжают, наверное, многие из ребят помнят, если есть такая возможность, я вожу людей посмотреть на дом этого политика, и этот человек, который входит иногда в десятку, иногда в двадцатку, в тридцатку самых влиятельных, может быть, политиков Австралии, этот человек живет, ну, скажем так, беднее, чем даже я, беднее, чем очень многие студенты, приезжающие сюда. И мое, скажем так, послание ребятам, то, что я хотел им сказать, это страна, в которой вот так вот живут политики, вот так вот они близки к людям, будет богатой. Страна, в которой политики грабят свой народ, и далеки от народа никогда богатой не будут, хоть пусть она плавает на нефти. Это касается, опять-таки, не только Лори Фергюсона, но вообще этот человек даже среди австралийских политиков очень сильно выделяется, на мой взгляд, в положительную сторону. Большой любитель России, русского народа, человек, который мне близок тем, что относится очень скептически к институту миграционных агентов, как он есть сейчас, хотя, конечно, он его признает, и он с ним сотрудничает, но он признает, что очень много нарушений законодательства и неэтичного поведения. Я, естественно, иду дальше, потому что я через это все прошел, я прошел через студенчество здесь, через все эти сложности оставания в Австралии, и я не приемлю сам институт миграционных агентов. Недавно вышел ролик, 4 или 5 роликов одного из миграционных агентов, который пытается копировать мой стиль, пытается вести себя достаточно агрессивно. Ну, кто с мячом к нам придет, тот от мяча и получит. В ближайшее время я проанализирую его, скажем так, ролик с выпадом, все остальное меня не интересует, но с выпадом против студенческой миграции я найду возможность ответить ему. И я думаю, что такие ответы и такая борьба принесет человеку, миграционному агенту не славу, а просто то, что должно происходить, ударит его по кошельку и откроет людям глаза вообще на конкретную деятельность русскоязычных миграционных агентов. Но не в этом дело. Я хотел бы сказать, что разница между студенческой миграцией в Австралию и многими другими людьми, которые здесь живут и пытаются заниматься бизнесом на тех, кто, ну, грубо говоря, на соотечественников, разница в том, что мы должны понимать, что все, что мы делаем в этой стране, мы делаем не только для себя и для нас, приезжающих в Австралию, ну, скажем так, из русскоязычных каких-то регионов мира. Дело в том, что мы должны очень понимать, что первая страна, чьи интересы ни в коем случае не должны нарушаться, это Австралия. В этом, кстати, очень большие претензии к деятельности миграционных агентов. Но здесь большая, большая недоработка людей и упрек в сторону нас в том, что самогараживаясь, пытаясь перетянуть, хотя и даже это неудачно, одеяло на себя, не участвуя активно в общественной жизни страны, мы приходим к положению, когда страна нас игнорирует, когда нас не замечают, когда получается положение, в котором, если бы все следовали нашей тактике, то есть моя хата с края, мне не до этого, пусть оно хоть как-то идет, проблема в том, что если вы отдаете власть в чужие руки, будьте очень осторожны. Потом эту власть забрать или как-то регулировать будет очень тяжело. Я думаю, что большая беда наша в том, что мы приносим вот эту черту русского менталитета на австралийскую почву. Мы иногда говорим, что к нам плохо относятся, находя порою, на самом деле, не очень хорошее отношение, порою вымышленное у нас такое впечатление. Но что вы хотите? Если вы не хотите участвовать в общественной жизни, если вы не хотите влиять как-то на страну, сделать ее лучше, какое вы отношение ожидаете со стороны государства, со стороны этого народа? Боюсь, что если бы большинство Австралии составляли, допустим, такие люди, как мы, боюсь, что наступило бы некоторое безвластие, а потом к власти пришли бы точно такие же люди, как Путин, Медведев, Жириновский, Навальный. Эти бы люди как раз и построили бы абсолютно такую же копию России, откуда мы приехали, и которую большинство из нас, в общем-то, вот за это и недолюбливает. Но если мы недолюбливаем Россию за этот беспредел, за это, скажем так, вакуум власти, за диктаторские какие-то, хотя тоже с сомнением, ну, скажем так, авторитарные замашки, за игнорирование своего народа, но ведь народ-то, собственно говоря, не проявляет ничего, кроме инфантильности. Я бы хотел, чтобы мы, приезжая сюда, все-таки не вели себя как дети, все-таки активнее участвовали в политической жизни. Никто не призывает вас голосовать даже за такого уважаемого человека, как Коври Фергюсона, и помогать ему, что делаю я. Это мой друг, я буду ему всегда помогать. Более того, даже если наши пути разойдутся в политических пристрастиях, все равно ему я буду помогать всегда. И это безусловное уважение и лояльность. Но вы, если вам нравится кто-то другой, другая партия, другое общественно-политическое движение, пожалуйста, участвуйте в их работе, сражайтесь за них, делайте хоть что-то. Это не так сложно. Вот, в принципе, поддержка кандидата заключается в том, что иногда вы стоите в общественных местах, во стол, вы разговариваете с людьми, раздаете брошюры, вот что-то типа такой брошюры положим. Вот, и человек может написать свое отношение к существующей обстановке на местном уровне, на федеральном уровне, выразить пожелания, эти пожелания будут услышаны. Кстати, можно получить юридический совет бесплатно, и огромную помощь, что, в общем-то, по крайней мере, в начале нашего пути. Многие ребята получали. Просто сейчас не хотелось бы людей просить, чтобы они участвовали в этой деятельности. Я могу и без них обойтись сам. Но просто неучастие, самоустранение приведет к вашему сравнению с политической властью, ваш голос не будет услышан. Вы можете не голосовать, в принципе, заплатите 60 долларов штрафа, до бога ради. Но кто от этого выиграет, ваш голос не будет услышан, ваше мнение будет проигнорировано. Если это касается целой русской, скажем так, общины, то тем более мы бы могли очень хорошо объединиться на базе того же самого штрафа клуба, до любого другого казачьего объединения, и приводить, вот до того, что министров, того же министра образования, министра иммиграции, приводить, организовать наших студентов, чтобы они задавали вопросы, слушали. Мы будем услышаны, и, соответственно, это будет услышано и в посольстве на Австралии и Москве. Но, к сожалению, люди этого не делают. Мои усилия, они строго в итоге ограничиваются мною, жизнью моих студентов, прохождением моих студентов через посольство в Австралии и Москве, в какой-то степени не все. Это не настоящая и не очень серьезная политическая деятельность. Честно говоря, вот letterboxing, то есть вот что я сейчас занимаюсь, раскидываю брошюры по почтовым ящикам, разговариваю с людям, они позволяют мне узнать очень много о людях, о жизни этой страны. Люди раскрываются, люди... Вот видите, здесь такая деревенская пасторальная картинка. Здесь люди не врут, здесь люди совсем другие, чем в Сити. Эти люди вам расскажут очень много о том, что реально в Австралии было. Вы знаете, почерпните очень много. Здесь замечательный английский язык, здесь замечательные отношения. Хотите, можете подойти даже на чашку чая, поговорить. Вы реально ощущаете себя частью этой общины. Конечно, надо учить английский язык, но в конце концов он так и учится. То есть разговаривая с людьми, копируя те фразы, которые они говорят, они вас могут поправить, если вы говорите как-то ошибочно. Такая работа, она очень здорово поднимает английский, позволяет узнать эту страну. В действительности вы помогаете политику, эти люди никогда не забывают добро. Это не Россия, хотя здесь нет коррупции, здесь уровень отношений без всякой вседозволенности для приближенных, грубо говоря, к телу. Но в конце концов, если вы проведете 2-3-4 часа в неделю, ходя вот по такой природе и дыша свежим воздухом, я насобирал грибов, я сорвал несколько гранат, вот так вот просто растут в сквере для чая. Это полезно для здоровья, это полезно, может быть, для психики. Можно отдохнуть от всех этих постоянных забот образовательного агента. И это даст вам очень много. Научитесь, в конце концов, мы понимаем, что это, конечно, выгодно, это взаимовыгодно, но попробуйте научиться делать что-то для других, не ища сиюминутной материальной выгоды. Это вас облагородит, это сделает вас лучше, это вас многому в жизни научит, сделает мудрее. Почему себя так не вести? Но это делают единицы. Я удивляюсь, это какой-то феномен русского народа или русских народов России, но мы инфантильны в плане участия в общественной жизни, мы самоустраняемся из нее. Мы чувствуем какую-то, может быть, неполноценность, или мы чувствуем, что мы ни шагу не сделаем, чтобы на этом не заработать какие-то деньги. На мой взгляд, это достаточно плохая черта. И если мы сюда приезжаем, давайте мы все-таки как-то переломим это отношение. Я думаю, следующий ролик я посвящу, или один из следующих роликов, я все-таки посвящу ответу на вот этот ролик со стороны миграционного агента. Но мне кажется, что именно наша инфантильность, наше нежелание самим чего-то добиваться и что-то изучать, в том числе и сайт департамента иммиграции, если человек хочет сюда приехать, почему бы не изучить и не сделать этот приезд самому? Вы же поймите, что когда вы нанимаете миграционного агента, всегда есть, какой бы вы вопрос ни решали, всегда есть подозрение у департамента иммиграции, у посольских работников, что вы собираетесь эмигрировать. Если вы подаетесь на профессиональную эмиграцию, это окей. Но если вы подаетесь на студенческую визу, если вы подаетесь на туристическую визу, то на наем так называемого профессионала, хотя какие они профессионалы, по большому счету, замкнутые в своем узком кругу, в своем психу и среди своих этнических меньшинств. Не больно они чего-то в этой жизни и представляют, в том числе и по знаниям. Коллективный разум сотен людей, он все-таки, на мой взгляд, гораздо эффективнее. А воля и стремление человека добиться всего самому и в конце концов сэкономить тысячи и тысячи долларов, это тоже немаловажный фактор. Тем более не стоит надеяться на то, что миграционный агент будет преследовать вашу выгоду. Он будет преследовать свою выгоду в первую очередь. Но это, как говорится, оставим для следующего видеоролика. Что касается положения с политической деятельностью, социальной общественной деятельностью в Австралии, я бы призвал вас всех смелее идти в политику, смелее идти в австралийскую общественную жизнь, участвовать в работе различных партий. Выбирайте демократы, социалисты, либералы, националисты, либористы, зеленые, их очень много. Смелее участвуйте в этой работе. И особенно это важно, наверное, для тех, кто хочет здесь остаться. Те же, кто собирается получить свои знания и уехать в Россию, таких немало. Этим людям я просто бы посоветовал поучаствовать в этой общественной работе, хотя бы для того, чтобы понять разницу между тем, что у них есть в России и что есть здесь. Если, может быть, как-то попытаться изменить политический ландшафт в России, потому что я думаю, что эта выдача может быть и невыполнимая, но, по крайней мере, к этому надо стремиться, надо это попробовать. Никакой сложности нет. В общем-то, я вас могу познакомить с любым политиком, и необязательно, и бористом, с нашими оппонентами тоже. Будем разносить листовки. Я в красной форме, красно-белая, вы будете в синей форме, родная сеть, то есть голубой цвета либеральной партии. Пожалуйста, ради Бога. Но не сидите сложа руки, потому что самоустранение, как я уже сказал, приведет вас к самоустранению от получения всего самого лучшего, что может эта страна дать. Она может дать очень многое. Спасибо. Продолжение следует...